Дмитрий Десятов на тренерском мостике первый сезон. Его пригласили руководить командой Меридиан после ухода из жизни легендарного наставника Владимира Петровича Боровикова. Десятов его ученик. Он не раз становился призером турнира «Золотая шайба». Теперь планирует завоевать медали уже как тренер с командой 10-летних хоккеистов. Мы ребятам рассказали, что такое Меридиан, что такое команда Меридиана, какие у них были награды, какие у них были заслуги. Ребята все в курсе, что это будет за турнир, какая важность этого турнира. Поэтому ребята настроены хорошо. В первой игре городского турнира «Золотая шайба» 2021 года встретились команды Меридиан и Авиатор. Матч прошел в равной и интересной борьбе. Фортуна оказалась на стороне Меридиана. Хоккеисты со 116-го километра победили со счетом 4-0. Руководитель департамента спорта напомнил, что эти соревнования – кузница хоккейных звезд мирового масштаба. Например, самарец Семен Варламов из НХЛ тоже начинал с турнира «Золотая шайба». Я уверен, что те дети, которые показывают высокий класс на этом льду, все они могут стать настоящими профессионалами, достойными уровня Овечкина и иных мировых звезд хоккея. В этом году за «Золотую шайбу» в Самаре будут сражаться на льду 14 команд в трех возрастных категориях. Несомненными лидерами турнира считаются старожилы любительского детского хоккея, команды Меридиан, Сатурн и Чайка. Слова благодарности всем тренерам, всем руководителям, кто находит возможность сохранять команды, заниматься детьми, развивать детей, давать возможность детям заниматься любимым видом спорта. Отдельно хотелось бы отметить работу Самарской городской федерации хоккея. Новое руководство этой организации занимает очень активную позицию в развитии вида спорта на территории городского округа. Самарский этап «Золотой шайбы» продлится три недели. Матчи будут проходить на крытых катках «Кристалл», «Салют», «Орбита» и «Маяк». За это время юные хоккеисты сыграют 28 матчей. Впервые турнир пройдет по круговой системе, то есть в каждой возрастной группе команды сыграют друг с другом и выявят настоящего чемпиона. До этого года проходили отборочные соревнования после жеребьевки, а затем плей-офф. Новых обладателей «Золотой шайбы» самарцы узнают 29 января. Сергей Кезоркин, Константин Головин. События.